В 11 серии, придя в администрацию, Таранов узнает, что в Бориса Хасанова стреляли. Он ранен и отправлен в Москву. Море становится хуже. Женя приезжает в больницу за Татьяной. Узнает, что написала заявление об увольнении. Он находит ее дома с собранным чемоданом. Просит посмотреть Леню и уговаривает остаться в городе. В 12 серии в Чернодоле приезжает бригада криминального авторитета Гордея, который считает Стаса приемным сыном. Гордею привозит Татьяну. От него она узнает, что Стас убит. В это же время, в связи с покушением на мэра Хасанова, в город прибывает следователь. Генпрокуратуры по особо важным делам Реброва. Татьяна рассказывает обо всем ЖЭКе. В 13 серии убитых бандитов Таранов с командой закапывают на песчаном карьере. Одному из банды удалось сбежать и Таранов устраивает его розыск. Тачки, на которых приехали люди Гордея, Таранов продает с помощью Габара. Следователь Реброва узнает, что известный криминальный авторитет Гордей остановился в той же гостинице, что и она и пропала. В 14 серии ЖЭКа приезжает к Вальке в больницу, но его к ней не пускают. У Вальки была вторая попытка суицида, ее перевели в отделение для буйных. Менты приезжают на склад с обыском, но уезжают, когда видят замок, висящий на дверях. В 15 серии Рая необходима операция в Москве. Таранов и ЖЭКа думают, как уговорить ее поехать. Саша, бывший охранник изотово, устраивается на работу к Бэку. В качестве проверки они приезжают в салон. Маринки пугают ее. В 16 серии ночью ЖЭКе звонит Татьяна и просит приехать. Она отбиваясь ударила Фрязина по голове, и тот без сознания валяется в ее квартире. Они вызывают милицию. Фрязина забирают в отделение. ЖЭКа проводит ночь у Татьяны. В 17 серии прошел месяц. ЖЭКа и Рая возвращаются в город после операции. На вокзале его узнает девочка-цыганка, которая видела, как он убил Лойка. Хасанова восстанавливает на работе, после отстранения. Лесопилки Таранова больше нет. Вместо этого открыто охранное агентство. В 18 серии городе его людей опознали. Джавдета ищет брат-кровник. Таранов прячет их в охотничьем домике полковника. Из Москвы возвращается после операции бывший мэр города Борис Хасанов. В 19 серии ЖЭКа приезжает в Воронеж, разыскивая Татьяну и просит поехать ее с ним. Татьяна отказывается. Брагин прикрывает контрабасы, который поджигает автомастерскую и избивает ее хозяина с целью рэкет. В 20 серии ЖЭКа возвращается в Чернодоле из Воронежа. Получает в подарок от Таранова новую машину. Таранов узнает, что Джавдета убил его брат, а местонахождение его выдал Габар. Вдвоем с контрабасом они похищают Габара, запирают его под замок и заставляют назначить встречу брату Джавдета. В 21 серии в городе Облава менты забирают в отделение всю местную шпану. Их допрашивает Реброва. Нежданчику удалось скрыться. Таранов узнает об этом от Брагина и дает приказ контрабасу найти и уничтожить Нежданчика. В 22 серии Эдик Хасанов хочет написать рапорт об увольнении, но Реброва не отпускает его. Таранов приказывает организовать на базе круглосуточное дежурство. Находят убитого Нежданчика. Хасанову старшему приезжает Реброва, чтобы задать ему несколько вопросов. В 23 серии в Воронеже Жека и Эдик опознают Фрязина. После этого Хасанов заезжает к Татьяне, чтобы задать ей несколько вопросов по банду Гордея. По дороге из Воронежа Жека рассказывает Эдику, что это он убил Фрязина. И в заключительной 24 серии весь город обсуждает, что Брагин утонул на рыбалке. Менты приезжают на склад к Таранову, осматривают кран, опрашивают при этом свидетелей. Один из рабочих дает показания против контрабаса, тот подается в бега. Рая понимает, что Таранов виновен в смерти Брагина.